Эфир канал Россия 24 продолжает вести Ульяновск. Студия Ксения Грищенко. Смотрите в этом выпуске. Привести в порядок остановки, наладить движение по вечерам, пересмотреть маршруты и многое другое просят ульяновцы помочь. Взялись активисты Народного фронта. 250 тысяч на первый взнос по ипотеке в регионе расширили перечень специалистов, которые могут воспользоваться государственной поддержкой. По стопам отряда Киселева реальная история о подбеге советского офицера, который спас из немецкого капкана сотни людей. За впечатлениями в кино отправилась и наша съемочная группа. Пожар в Ульяновском водоканале. Сегодня в 9 часов 11 минут на пульт дежурного МЧС поступил сигнал о возгорании на улице Федерации. Прибыв на место происшествия, пожарные спасатели обнаружили, что горит здание управления сбытом. Сотрудники водоканала из него уже были эвакуированы. Открытого огня не наблюдалось, но обстановка осложнялась сильным задымлением. Пожарные работали в противогазах и был организован пункт заправки баллонов. Пожар средней сложности. Площадь горения составляет около 30 метров квадратных. Существовала угроза перехода на чердачные помещения. На данный момент угроза ликвидирована. Чердачные помещения не пострадали. Пожар локализовали через час после получения сообщения о ЧП. В здании, где наблюдался очаг возгорание, в том числе, располагался тепловой узел. На ликвидацию пожара были стянуты силы пожарных частей Ленинского района. Гидрант, из которого подавалась вода, находился в нескольких метрах от пострадавших помещений. Так что огонь рядом с центральным офисом ульяновских водяных потушили оперативно. Причины пожара сейчас устанавливаются. Невозможность уехать по утрам и вечерам. Безобразное состояние остановок. Отсутствие автобусов на маршрутах. В исполком регионального народного фронта поступают сотни жалоб жителей Ульяновска о ситуации с общественным транспортом. Активисты ОНФ и мои коллеги снова о наболевшем. Ирина Пахомова, как и еще несколько десятков тысяч людей, живет в новом районе, на бульваре архитекторов. Каждое утро женщина с ребенком бежит к своей маршрутке занимать место, чтобы добраться в другую часть города. Все озадаченные проблемы уезда утром спокойно на работу. По крайней мере, про утро. Я хочу сказать, что часто пользуюсь. Люди садятся уже в 55 маршрутку и она битком. Но попросили передать. Очень хотели бы, чтобы пустили на маршруты большие автобусы. Просьба пустить наконец-то автобусы на дороге у многих пассажиров не единственная и даже не главная. Пример самой большой проблемы – вечерние передвижения. Головная боль Ульяновская и вообще жителей в том, что после восьми невозможно уехать с работы, например, до дома. Люди часами стоят просто. В Народном фронте, говорят, жалоб масса. Одни просят научить водителей вежливости, другие привести в порядок остановки. Хотя бы вычищать их от снега и развесить везде графики движения транспорта. Хотя о каких графиках может идти речь, если чаще всего это лишь бумажка на столбе, который особенно по вечерам реальное положение дел не соответствует. На конечной 82-го и пятерки попытались поговорить на эту тему с водителями. После восьми много ездят таксистов. Они вызывают такси. А маршрутки, вот такую вот большую машину, просто так пустую гонять никто не хочет. У нас на этом маршруте все хорошо. Постоянно работают, постоянно. А себестоимость топлива на столько ловит? Топливо, себестоимости. Ну, пока я думаю, соответствует проезд, расходы на машину. Пассажиры мириться с ситуацией, которую озвучивают водители, не хотят. И имеют на это полное право, уверяет член регионального штаба Народного фронта Владимир Ожогин. Когда людей мало на остановку, они уехать не могут. Потому что невыгодно мало людей везти. Вот такой позиции нет. Если ты выехал на маршрут, вышел на маршрут, ты должен работать как общественный транспорт. Несмотря на то, что выгодно тебе, невыгодно, ты должен строго по графику. У Народного фронта это одна из задач на сегодняшний момент – исправить ситуацию с транспортом. Такой мониторинг по всему Ульяновску будет вестись регулярно. Итоги проверок обещают доводить до руководства города. Люди надеются, что региональный Народный фронт поможет улучшить транспортную ситуацию. Ксения Грищенко, Денис Миронов, Вести, Ульяновск. Сотрудники Ульяновского конструкторского бюро приборостроения теперь могут воспользоваться губернаторской ипотекой. В регионе расширили перечень специалистов, которые могут воспользоваться такой поддержкой. Она дает право на получение 250 тысяч рублей из областного бюджета для уплаты первоначального взноса при покупке жилья в ипотеку. Одним из решающих факторов при поступлении на работу у молодых специалистов является улучшение жилищных условий. С целью поддержания работников нами была направлена заявка губернатора Ульяновской области на включение специальностей наших работников в губернаторскую ипотеку. И в этом году было подписано постановление. Право на льготу имеют сотрудники предприятия, работающие инженерами-программистами, инженерами-конструкторами, а также токари и фрезеровщики, слесарь-сборщики, радиоэлектронной аппаратуры и приборов. УКБП – одно из ведущих предприятий авиаприборостроительной отрасли России. Сейчас здесь готовы принять до 300 новых сотрудников, как раз по озвученным специальностям. Фильм о вере и надежде. Праведник Сергей Урсулика уже неделю покоряет все кинотеатры страны. Это невыдуманная история о подвиге советского офицера Николая Киселева, который спас из немецкого капкана несколько сотен евреев. Ульяновцы, кто уже успел посмотреть фильм, остались под большим впечатлением. Другой дороги на тот берег нет? Нету. Только мост. Невероятно сильное кино. Так можно описать новую военную драму буквально в двух словах. Фильм переносит нас в 1942 год, где офицер Красной Армии Николай Киселев получает приказ вывезти с оккупированных белорусских земель за линию фронта свыше 200 евреев, стариков, женщин и детей. Мне нужны двое, которые умеют стрелять. Я из всего умею, товарищ командир. Вы только покажите как. Сюжетная линия картины держит зрителя в напряжении весь фильм. Задача слишком сложна. Киселеву и его отряду партизан предстоит провести напуганных, изнуренных и голодных людей пешком по лесным тропам. Сотни километров, практически без остановки. Фриц все время наступал на пятки. В фильме есть, конечно, и любовь, и чувства людей, и патриотизм. В фильме показано, что несмотря на войну, все было как у людей. И что человек такой героический спас столько людей. В основу фильма у Русулька легли подлинные воспоминания спасенных евреев и их родственников. Снималась картина сразу в трех странах – Беларусь, Израиль и Россия. Исторического шарма добавляют кадры, которые были сняты на том самом пути, где по-настоящему проходил отряд Киселева. Хочется плакать, потому что этот фильм основан на реальных событиях. И это все было в реальности, и не хочется такое переживать еще раз. Фильм «Праведник» во всех кинотеатрах страны. Максим Бажанов, Дамир Губеев. Вести. Ульяновск. А сразу после нашего выпуска новостей смотрите новую авторскую программу Виктории Дроновой «Секрет успеха». И им с ульяновцами поделится заместитель главы города Ульяновска, глава Засвияжского района Наиль Юмакулов. На этом эфир программы «Вести. Ульяновск» подходит к концу. Далее информация о погоде. Не переключайтесь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Ульяновске – 11-13 градусов мороза. На дорогах – снежные заносы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова